Всем привет! Вы на канале Зевс Ньюз. Игорь Лифанов – российский актер театра и кино. И вот уже много лет снимается в отечественных фильмах. В его копилке работ самые разные ленты – боевики, детективы, драмы. И за долгие годы своей карьеры он смог проявить себя как характерный актер, которого любит и почитает миллионы. Глядя на серьезного и неулыбчивого актера, трудно поверить в то, что в детстве он был балагуром и юмористом, и, кажется, идеально бы подошел для комедий. Но со временем актер раскрылся как драматический исполнитель ролей, и он играет абсолютно разных персонажей, как на сцене, так и в кино. Ежегодно с этим актером выходит около шести картин. Если смотреть на фото актера в сети, кажется, что мужчина вообще никогда не улыбается, из-за чего складывается впечатление, что актер в своей жизни несчастлив. Однако это не так. Играть на сцене – это детская мечта артиста, и он шел к ней долгие годы. Так что сегодня все, чего добился мужчина, только его заслуга. Актер родился 25 декабря 1965 года в городе Николаев, где он и провел детские годы. В родном городе на юге Украины он учился в обычной школе, где в 13 лет завоевал звание главному мачо. Способности к перевоплощению были у мальчишки с раннего возраста. Он любил изображать разных персонажей и сказок, а также питал слабость к розыгрышам. Юморной и смешливый Игорь всегда пользовался спросом у одноклассниц, поэтому низкой самооценкой юноша не страдал. В специальные кружки актерского мастерства парень не ходил, но каждый вечер дома представлял себя героем любимых сказок и сам с собой репетировал. Уже в 9 классе парень попал на профессиональную сцену. После первых аплодисментов юный актер понял, что выбрал правильный путь и уже после школы отправился в Москву, чтобы поступать в театральный. Парень так волновался, что завалил экзамен и не сонно хлебавшись вернулся домой. После этого его забрали в армию, и парень уехал на Дальний Восток, где служил на флоте. Вернувшись в Николаев, парень решил попытать счастье еще раз. Но вспоминая московский опыт, у Лифанова был какой-то стопор, так что он поехал в Ленинград. Там актер с первого раза поступил в институт кинематографии. Фильмография актера началась в 1991 году, когда он впервые снялся в кино. Его дебютом стал фильм «Меченые». Следующие 8 лет актер больше работал в театре, а на экране появлялся редко, и то в эпизодах. А с 2000-х актер начинает давать главные роли. Первая лента, который обеспечивает Игоря поклонниками, это криминальный сериал «Бандитский Петербург», который в то время смотрели буквально все. Актер снимается еще в нескольких детективах, а затем появляется в биографической экранизации Романовы. На 10 лет за Лифановым закрепляется образ серьезного актера. Как и многие другие знаменитости, подробностями из личной жизни Игорь Лифанов делиться с представителями СМИ совершенно не любит. Первой любовью Игоря Лифанова стала его одноклассница Светлана Задороженная. Отношения с 13-летней красавицу нашего сегодняшнего героя завязались на вечеринке, которая устроила девушку у себя дома во время отсутствия родителей. Лифанов попросил юную хозяйку принести ему какой-нибудь алкогольный напиток. Парень выпил и набрался храбрости, а потом признался Светлане в своих чувствах. Со временем юные избранники решили разорвать свои отношения, так как Лифанову перевели в другую школу, и они не могли больше проводить вместе столько времени, сколько проводили ранее. В новом учебном заведении у Лифанова появилась новая возлюбленная. Теперь будущий артист влюбился в одноклассницу Наталью Малышевскую. За этими романтическими отношениями наблюдали не только старшеклассники, но и преподаватели, так как Наташа была наследницей директора. Именно из-за этой девушки Игорь решил стать актером, так как она сама болела сценой. Она принимала участие в школьных спектаклях, занималась в драматическом театре. Изначально Игорь просто провожал и встречал возлюбленную с репетицией, а позднее и вовсе решил попробовать свои силы на этом поприще. Подростковые романтические отношения Малышевской и Лифанова продолжались несколько лет. Возлюбленные даже планировали пожениться после завершения обучения, однако Игоря забрали на службу в армию, и здесь разлука остудила чувства возлюбленных. Уже в Петербурге первой жене Игоря Лифанова Лене Павликовой удалось обуздать его нрав. Проявлять внимание к будущей супруге артист начал еще во время начала обучения в Лгитмике. Уже на втором курсе возлюбленные сыграли свадебное торжество. Лифанов пообещал родным, что данный брак на всю жизнь. Однако после нескольких лет супружеской жизни пара разорвала отношения. Расставшись с Павликовой, Лифанов начал строить отношения с другой однокурсницей – Татьяной Аптикеевой. При этом на регистрацию отношений в ЗАГСе артист решился не так стремительно, как в первый раз. Да и эта свадьба уже не была настолько яркой, как первая. Новая избранница очень понравилась всем родственникам артиста, поэтому они с радостью приняли девушку в свою семью. Уже в 1995 году у пары родился ребенок-девочка, которую новоиспеченные родители назвали Настей. Тогда казалось, что личная жизнь Лифанова сложилась. Со своей женой он будет жить долго и счастливо. Однако судьба распорядилась совершенно иначе. Во время съемочного процесса одной из картин Игорь познакомился с девушкой по имени Лена. Страсть настолько охватила актера, что он решил уйти от жены. Мужчина не стал скрывать от Татьяны свою измену и откровенно рассказал все как есть. При этом супруги решили не рубить с плеча и пожить отдельно. Однако не прошло и полгода, как артист все же принял окончательное решение и купил собственную квартиру, куда перебрался с любовницей. Вторая жена Игоря Лифанова на протяжении долгого времени отказывалась давать артисту развод. Сам Игорь принимал активное участие в воспитании дочери, однако жил с Еленой Косенко. Уже через 9 лет Игорю Лифанову все же удалось уладить формальности, поэтому он расписался с той самой девушкой из Севастополя. Так третьей женой Игоря Лифанова стала Елена Косенко. В феврале 2012 года она подарила возлюбленному дочку Алису. В настоящее время артист старается все свое свободное время уделять жене и ребенку. Довольно часто он проводит время с дочерью Анастасией. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!